Здравствуйте, уважаемые зрители! А также тревел-фотограф Александр Кузнецов. Добро пожаловать в Караганду. Расскажите, пожалуйста, вы и актеры, и бизнесмены, у вас куча проектов. Какое представление вам нравится больше всего? На самом деле, моя цель стремиться к тому, чтобы не делать представки актера. Я считаю, что человек может быть многогранным, проявить себя как в спорте, в музыке, так и в науке. Главное, чтобы времени не хватало. Поэтому я пробую. Ну, конечно, многим я известен как актеркину. Во вторую очередь, я известен как блогер. И только потом я известен и то дома, наверное, как бизнесмен. Талантливый человек, талантливый человек. Для тебя я бы очень хотела, наверное, больше себя позиционировать как актрису, потому что я для себя в этом году, в прошлом году решила, что это моя основная профессия. Мое основное дело. А все сопутствующие вещи, они больше, наверное, как хобби, потому что, к сожалению, в моем возрасте я уже не могу быть талантливой спортсменкой, представляющей страну на международных соревнованиях. Но благо есть любительские соревнования. Ну, как не назвать тебя спортсмека, если ты собираешься в марафонский бег бежать в поляшку? Согласна, но это все равно любительская стадия, поэтому... Спортсмека, комсомолка и просто прекрасный человек. И бизнес-вальчишись. Ну, вы заядлые путешественники, а теперь еще и альпинисты. И в Караганду вы приехали, чтобы презентовать фильм. Расскажите, о чем повествует данная картина? Ой, это, наверное, самая смелая история за всю, наверное, вообще творческую, скажем, историю независимой страны, потому что мы замахнулись на очень высокое в прямом переносном смысле. В прошлом году мы отправились в экспедицию на самую высокую гору в стране, Хантенгри. И мы решили это видео снять и показать людям, в какой фантастически красивой стране мы живем. Этот фильм о смелости, о страхах, о победе над страхами, о целеустремленности и, наверное, о любви к природе. И как бы оно странно ни звучало о самой горе, потому что поразительно, что мы живем в стране, где находится такой потрясающий семитысячник, и, наверное, до сих пор не было возможности узнать о нем через фотографии, медиафильмы и так далее. Наша группа оказалась первой съемочной группой Казахстана, которая сняла полнометражный документальный фильм о Хантенгри. Вообще хоть какую-то информацию. Если вы забьете Хантенгри, у вас будут только картинки, и то сделанные в основном альпинистами. Ну, потому что туда достаточно сложно добраться, это нужно на вертолете лететь. Об этом все фильм показывается. И фильм об этом, о том, что у нас есть не только степи, не только озера, национальные парки, у нас еще есть одна из самых красивых гор в мире. Александр, вы выступили оператором. Расскажите, каково было снимать в таких условиях? Да, ну, в таких условиях я побывал первый раз. До этого я мечтал вообще побывать в этих горах, потому что там необыкновенные горы, очень высокие. Снега очень много в июле, как будто ты зимой находишься. Попал я туда случайно. Получается, до этого мы уже ходили в походы с Ануаром, и в июле прошлого года он пригласил меня в прямую частью в экспедиции на пик Хантенгри, именно в роли видеооператора. Как вы готовились? Физически. Честно говоря, на подготовку сильно много времени у нас не было. Мы с пешкой готовились, нам буквально за пару дней до вылета провели инструктаж, как пользоваться страховками. Все было очень показалось. Мы на месте еще обучались. Она помогала АйСулу, она уже до этого занималась альпинизмом. Конечно, было страшно. Мы даже не представляли, во что мы вязались. Я хочу дополнить. У меня есть несколько операторов, с которыми я работаю на различных проектах. Ну и, конечно же, я... Аликс для меня всегда был фотограф, крутейшим фотографом. Я даже не знал, что он может очень круто снимать видео. Ну так слышишь, что что-то он там вроде хобби, как у него видим. Но основное это фотограф, он всем известен как фотограф. Я предлагаю первому оператору, мы сходили на небольшую гору, он говорит, Ануар, я не могу. Второму оператору говорит, Ануар, я хочу, но у меня хронический гайморит, и я там заболею. А это мы должны понимать. То есть он больше работает, чем мы. Потому что ему нужно выше нас подняться, отснять, как мы идем. Остановиться, подснять, вытащить камеру, засунуть ее, побежать обратно. То есть он перерабатывает в полтора раза больше, чем мы. И нужен оператор, который любит горы. Не просто идет туда, потому что вот там амбиции или же там какая-то финансовая выгода. Нет, он должен любить, потому что без этого там можно быстро свернуть и сказать, Ребята, мне эти вообще гонорары, ничего не нужно, я улетаю домой. Потому что там проверяется очень сильно человеческое качество. И я уже не знаю, у меня была депрессия, на самом деле. Я думаю, как? Я пообещал снять фильм, но у меня нет оператора, который со мной полетит. Я вспоминаю, Алекс, так, ну-ка попробуем. Алекс, ты хочешь? Я мечтал. Поехали. А там всему научимся и снимать, и ходить в горы. Удивительно. Вот у вас такое желание не возникало свернуть на полпути? Нет, наоборот. Я хотел как можно выше подняться. Заснять в соседние вершины с высоты большого. У вас был собственный челлендж, да? Да, у меня челлендж по съемкам был, потому что условия суровые были. Постоянно конденсат был на камере, приходилось протирать, снимать перчатки, руки мерзли. Не дай бог, если у тебя перчатки выпадут, то вообще можно руки обморозить. Ну, как-то так вот. А на какую высоту вы поднялись? Больше чем? Нет, это уже люди должны увидеть в кино. Хорошо. Давайте так скажем. Мы не взошли до конца, но каждый из нас сделал свой рекорд. Изначально вы вроде бы собирались залить фильм на YouTube. Почему вы поменяли данное решение? Ну, посмотрев фильм, мы поняли, что это можно показать для близких людей в кинотеатре. Пусть они хотя бы увидят это на большом экране. Собрали зал в Алма-Ате, и потом началось просто неожиданное действие. После показа начали подходить люди и спрашивали, вы завтра собираетесь этот выклад на YouTube? Да, что? Дайте возможность людям увидеть на большом экране. Хотя бы пусть их 50-100 человек, но дайте им возможность. Я начал это обдумывать, мы с этим говорили, что ну а что нет? А что нет? Почему мы боимся этот жанр? Если этого не было, это не значит, что это невозможно сделать. Мы подумали, давай рисуем, рисуем. Мы же рисуем, после Хантенгри вообще ничего не страшно. И запускать документальные фильмы в широком прокате. Мы начали это обдумывать, пришли к спонсору. Спонсор говорит, в принципе, нам фильм понравился, мы можем рассмотреть. Давайте вы уже там работаете с кинотеатрами. После этого мы показали первым кинотеатром в Алма-Ате. Была очень хорошая реакция, да, мы поддержим вас. И все так закрутилось. И мы сами не ожидали, что это выльется в это. Вот сейчас первая волна городов, то есть это 6 городов. После этого мы уже будем делать в каждом городе. Мы хотим побывать в каждом крупном населенном пункте. Даже в таких городах, как Балхаш, там, не знаю, какие-то города-спутники. Показать. Потому что им это очень нужно. Им в первую очередь нужно увидеть и вдохновиться. И главная цель нашего фильма оставить вдохновленное, окрыленное состояние после просмотра фильма у зрителя. К сожалению, сейчас на нашем экране большом, как и зарубежные, так и казахстанские фильмы, жвачки я их называю, пожевали, даже никаких питательных элементов не примем в организме и выплюнули. И забыли вообще, что, какой вкус. И надо же понимать, фильм, кинематограф – это мощнейший инструмент влияния, воспитания зрителей. И через этот фильм хотелось бы донести самый главный месседж, о котором говорится в фильме. Самое интересное, что нам пишут очень много наших друзей и совершенно случайных людей из-за границ, из России, из Финляндии. А может быть, наши студенты, которые, к сожалению, не могут в этот период быть в Казахстане, живут там, где за границей, они просят скинуть им лично ссылки. Мы когда-нибудь обязательно, да, вложим этот фильм? Да, плюс ко всему есть идея отправить фильм на фестиваль документального кино о горах. Есть такой целый фестиваль, он проходит в Канаде. И если там надо посмотреть условия, обычно бывают такие условия, что кино не должно быть опубликовано в общем доступе. Вот, и поэтому после всех показов, потому что, если мы только, как только мы выложим в Ютубе, люди скажут, ну я посмотрел, что мне смотреть на большом экране, все понятно. И мы даем мотивацию, сходи, потрать свои тысячи деньги. Ну, ты и так тратишь на всякую... На гамбургер. На всякие, да, там. Ну, сходи. Что надо приручить дракона ходить? Сходи к нам. Приручи себя. Канад Бисекеев, мега талантливый человек, дал высокую оценку вашему фильму. А вот ваши коллеги по цеху что сказали? Похвалили? Ну, как раз таки, вы знаете, как раз таки, те, кто был на показе, именно опираясь на их мнение, мы сделали этот вывод. Именно кинематографисты, которые снимались в кино, и те, кто делает кино, настоятельно рекомендовали попробовать, попробуйте. Вы делаете то, что никто еще не делал, но вы сможете. И мы поверили в себя. Это очень похожие медиа, то есть кино, документальное кино и художественное кино. Но выступали ли мы там в качестве актеров? Нет. И лично для меня это совершенно новый опыт. То есть ты знаешь, как обращаться с камерой, ты знаешь, как это все работает, но это совершенно другое ощущение, быть участником документального фильма. И я лично считаю, что я не была актрисой в этом фильме. Абсолютно никак. Я была той же частью группы нашей экспедиции, которые просто, я вчера писала у себя в инстаграме, дерзанулись. Прям вот дерзанулись сделать восхождение. Да, и хотел добавить, что мы действительно там не играли, мы были самим собой. И это, наверное, первая моя работа личная, я ее называю, без грима, без какого-то сценария, где нужно вот здесь таким быть, здесь нужно этим. Никакой драматургии. Драматургия, главное, это восхождение, проверка себя, сможем ли мы это сделать. И в этом фильме был самый лучший сценарист. Самый лучший сценарист – это жизнь. Красиво сказано. Когда зародилась ваша любовь к альпинизму? Давайте начнем с вас, Айсулу. Это, наверное, было года три или четыре назад. Я знаю, почему мы делаем это кино и показываем, потому что я когда-то вдохновилась красивыми фотографиями коленок своей подруги, свисающих вот так вот с каких-нибудь пиков или больших гор, где мы видим подножье Алмату, Нургуль. И я ее как-то попросила сводить меня на Кокжайляу. Это была весна, там только начало все цвести. И я так влюбилась, а мне было на секундочку 27, что ли. То есть я 27 лет даже не пыталась подняться выше Чимбулака. И пошло-поехало. Я купила себе свои первые ботинки, потом познакомилась с Макжаном Сагимбаевым. Он предложил съездить на Эльбрус. Я поняла, что такое уже высокогорье. Потом съездила в Непал. И поняла, что для такого серьезного вида деятеля обязательно нужна школа. Я записалась в Альплагерь в Алмате в Туиксу. Они порекомендовали после этого мне пойти на специализированную секцию альпинизма, у которой потрясающая история. То есть сам Анатолий Букреев вышел из этой секции. И мне кажется, альпинизм в Казахстане это такой спорт, который имеет очень глубокие корни и историю. И все, я не знаю, это какая-то абсолютно безусловная любовь к горам. И когда Ануар предложил мне пойти на Хантенгри, я знаю, что я дура, что я вот так вот легко согласилась. Но я ему всегда говорю, жизнь не бросает каждый день таких предложений. И не факт, что когда-либо я еще смогу подняться на Хантенгри или даже оказаться рядом. Поэтому просто, наверное, так сложилось. И я безумно благодарна своей судьбе, что в ней есть горы. Я тоже вспомнил тот момент, когда я влюбился в горы. У меня было два этапа. В детстве мой дедушка заядлый любитель походов. Мы впервые отправились в осознанном моем возрасте в горы Байнаул, Байнаулский национальный парк. Тогда я увидел, я ребенок степи, увидел горы. Это был просто какой-то экстаз. Человек, когда впервые познает. Я единственные горы, которые видел, это терракотовые горы возле шахт, которых уже нет. И все, я вижу, что вау, это что-то невероятное. Я до окончания школы периодически приезжал, ходил в походы. Но студенчество, приехав в Алмату, горы, горы, Мидео, Чимбулак, по асфальту и так далее. То есть не было даже каких-то мыслей, затеей, ну почему бы не отправиться. Не было тренда этого, не было популярно среди молодежи ходить в горы. И 2015 год, на самом деле, возможно, этот год, очень многих именно в этом году произошла любовь к горам. Потому что на тот момент очень сильно стоял вопрос про Кокжа и Ляу. Я помню, когда приехала моя мама, она говорит, я очень много читал в Фейсбуке, что там, что-то в Алматы здесь пытаются что-то построить. Она у меня такая очень, общество, защитить Кокжа и Ляу. Я говорю, давай сходим. Ты был там в Игру? Нет? Ну пойдем. Я не знаю дороги, спрашиваю, дошли. И тогда я понял, как? Как я жил в этом городе столько-то лет и не видел этого. Хотя это 15 минут от центра города доехать и просто идти вверх. И тогда я понял, все, это мое, я это люблю, я это вспомнил, все это детство. И уже периодически на регулярной основе брал своих друзей, близких, им открывал горы. И все мы до сих пор ходим туда. Вот поэтому, как Иисус сказал, это действительно, безусловно, любовь. Либо ты любишь, либо ты не любишь. Как-то среднее вот не дано. Я иногда люблю, не люблю. Вот либо вы влюбляетесь, либо это вы просто ходите по асфальту. Александра, вы вот влюбились в горы во время экспедиции. Не захотелось еще больше после этого подняться, но уже без камеры? Ну, в горы я начал ходить тоже. Получается, есть историко-экономическое общество, Авалон. С ними я начал ходить в походы. Изначально это были велопоходы. Мы выезжали на велосипедах, получается, в сторону Дарья, станция есть. Кто-то на электричку добирался, кто-то на велосипеде туда, у кого подготовка была хорошая. Первый раз я увидел там сопки небольшие, ну метров 300-400. Потом мы решили с другом поехать автостопом в Алмату, чтобы посмотреть на горы. Потому что до этого мы тоже увидели в интернете фотографии, как обычно. Это было в 2016 году, буквально совсем недавно. Там я первый раз видел горы, и мы сразу же пошли на пик туристов. Без какой-то подготовки, без чего-либо, без знания маршрута. Сразу же подняли туда, наделали кучу фотографий, довольны ушли и поняли, что теперь горы останутся с нами на всю жизнь. А когда вы начали увлекаться фотографией? Фотографией я начал увлекаться в 2015-м тоже. Получается, я занимался экстремальным видом спорта. Это стрит-воркаут, паркур. И всегда нужно было снимать друзей. И как-то так получилось, что в основном я был человеком, который занимается съемками. Друзья меня просили что-то подснять, я снимал их, они снимали меня. И так мне появилась любовь к съемкам, к фотографии. Вот когда вы переехали в Алмату? В Алмату я переехал совсем недавно тоже, буквально полтора года назад. С того времени я с горы вообще почти не ухожу. Сейчас я на Чумбалаке занимаюсь сноубордиком. Замечательно. А Село, вы были единственной девушкой и поднялись выше всех. Вот каково это, что вы испытали, когда побили свой личный рекорд? И сделала всех мужиком. Знаете, на самом деле я немножко отпускаю уже вопросы гендера, потому что альпинизм это доступный спорт и для женщин, и для мужчин. Вообще бытует время мнение, что женщины физически выносливее. Не сильнее, но выносливее, то есть они могут идти дольше. Мне кажется, вопрос того, что я поднялась чуть-чуть выше пацанов, во-первых, потому что пацаны делали большую работу, то есть они несли больше груза. Во-вторых, ну, мы это все прекрасно знаем, я очень готовилась. Слугу я самоподготовленную. Да, потому что когда мне Нуар об этом сказал зимой, я на следующий день пошла в секцию, начала ходить, заниматься бегом и так далее. Потому что, ну, вы слышали, да, Саша очень подготовлен спортивно. Ну, Арт, и тогда тоже, да, начал прям хорошо заниматься спортом. Но я помимо этого еще делала кое-какие восхождения. И до этого у меня был опыт пятитысячника. А это очень важно. И я думаю, это вот всего лишь, ну, обстоятельства какой-то своевременной подготовки, которые помогли мне сделать чуть-чуть больше. Но альпинизм – это командный вид спорта, поэтому, к сожалению, ты не можешь просто вот так вот взять. Ну, если вы планируете идти в большой перспективе втроем, в четвером, то вряд ли кто-то может вот так вот отколоться, поменять весь свой план. Потому что мы же понимаем, что когда мы идем очень высоко, мы считаем количество еды, считаем количество газа, палаток и так далее. Поэтому, ну, я бы точно не смогла пойти дальше без мальчиков. Горы не тянут обратно? Еще как тянут. Вы знаете, мы когда спустились оттуда, я когда приехал, уже пришел в базовый лагерь, а там где-то постоянно находится около 50 альпинистов с разных точек, кто-то отдыхает, кто-то готовится. Я настолько измотался, настолько я уже ненавидел все это. Я всю экипировку, я всю раздарил. Вот просто, чтобы у меня не было мыслей потом вернуться обратно. Вот настолько, я так устал, я как с войны вернулся, с фронта. Все раздарил, оставил только рюкзак, потому что нужно было все свои вещи еще везти. Так бы его подарил. И проходит где-то месяц, два, потихоньку. Ты смотришь на эти горы, и смотришь на эти наши каменные джунгли, на этих людей, которые что-то там копошатся. А там ты был один, ты был сам собой, с самим собой. Диалоги, это очень важно с собой разговаривать. И сейчас, да, очень тянет. Об этом был мой следующий вопрос. Когда вы проводите больше двух недель вдали от цивилизации, только величие гор вокруг, наверное, происходит какое-то переосмысление жизни. Вы думаете о многом. И можно сказать, что ваша жизнь поделилась до и после? Именно так. Это об этом и говорится в фильме. Новая точка отчета. Я недавно писал об этом. После Хантенгри все мои какие-то проблемы, мои какие-то чаяния, думки, они такие стали маленькими. Просто маленькими. Потому что каждый день из нашего лагеря уходило на гору где-то несколько групп альпинистов. Среди них были как и простые ребята, как спортсмены, так и миллионеры. Приезжавшие, которые хотят чего-то в жизни нового. Из разных стран. Из Сингапура, из России, со всего мира. И вот он сидит здесь, весь важный, что-то рассказывает. Утром он уходит в гору. А там так расположен лагерь, что почти все видно до конца. То есть три километра стены просто видны. И когда он отдаляется, он становится такой точкой. Такой блохой. Даже блоха крупнее. И вот смотри, ты такой маленький там. А когда вы поднимаетесь туда, вы смотрите на лагерь, там крошечные палатки стоят. И ты понимаешь, что там вот какую-то проблему у тебя была, там что-то обсуждал. Это же так несущественно вокруг вот этого всего величия. И эго очень сильно просто ломается. Нет этого эго после. Ты понимаешь, что отпусти ситуацию, все нормально. Вот у нас какие-то маленькие проблемки, а там вечность. И им все равно этим горам до наших проблем мелких. Фильм снимали по заказу Акимата, верно? Или нет? Нет. Вообще фильм это была наша инициатива. Сама экспедиция была по инициативе Акимата. Очень хорошая инициатива. Они решили взять нескольких блогеров, медийных личностей, чтобы показать через соцсети. Просто через соцсети историю. Ну то есть мы пошли, делимся фотографиями. Вот такая есть точка. Приезжайте, развите туризм и так далее. Но у меня возникла мысль, а почему бы не снять кино? Почему бы не поработать снять хотя бы какой-то ролик для интернета? Вот. И к нам подключился спонсор. То есть Акимат взял на себя всю нагрузку по организации экспедиции. Это не дешевое удовольствие. И мы еще могли дойти вдохновленных спонсоров, которые готовы были в нас вложить свои средства. Асилу, вы часто говорите, что вас вдохновляют те люди, которые делают что-то впервые. Да, впервые других. Вот если брать в масштабах Казахстана, что вы можете сказать о себе, что вы это сделали первой? Вот. Чем вы гордитесь больше всего? Такой вопрос. Я вот не люблю о себе много говорить. Я не знаю, что я делаю. Можно я скажу? Она первая казахстанская актриса, которая была на Хантенгре. Я думаю, что этого достаточно. Она первая поняла все. Вот вы часто путешествуете. Какое путешествие вам запомнилось больше всего? Вы оба, например, были в Индии, в стране, куда многие едут за духовным обогащением. Вот как в книге «Ешь, молись, люби». И говорят, что Индия меняет жизнь. Вот это так? Я не знаю, нуар, как у тебя. Да, но у меня после какого-то момента, потому что я действительно много путешествую. Да, у меня есть любимая страна. Это Индия и Непал. Но я сейчас путешествия стала воспринимать уже не на уровне того, что можно увидеть и в каком море можно плавать. Потому что в каждой стране есть что-то потрясающее. И люди это в первую очередь. Люди и архитектура, кухня. Для меня важнее, наверное, больше философия путешествия. То есть даже приехав сюда в Караганду, я здесь как будто бы отдыхаю, потому что все, что я делаю, это пошла покушала, побегала. Алло, ануар, какой у нас там план? И я знаю, что будет вечером. И меня никто не трогает. Я очень расслаблена, у меня есть возможность посмотреть, какого цвета снег, возможность посмотреть, во что люди одеваются. И это классно. Понять, что Караганда, она такая прямоугольная, такая ровная. Ну, да, это какие-то были вчера наблюдения. Мне вот это очень нравится, наблюдать новую вещь. Потому что в Алмате, как бы я не любила этот город, мы постоянно в какой-то суете. Для меня путешествие это возможность отдохнуть и переформатироваться. Ну, я скажу, что любое путешествие меня всегда меняет. Вообще, есть такая фраза, путешествие, которое не изменило вас, плохое путешествие. Но могу отметить несколько стран, которые достаточно сильно изменили кругозор, мой угол зрения именно на мир. И первое, это, конечно, была Индия. Не просто так. Индию называют такой страной. Я жил в тибетской деревне, и у меня отношение к экологичному образу жизни поменялось. Нисколько здоровому образу жизни, именно экологичному. То есть, что ты ешь, как ты спишь, с какими людьми ты общаешься, какие у тебя мысли в голове, экология твоего существования. Индия. Вторая страна технологически меня просто поразила. Это Сингапур. Я увидел, как государство может создавать условия для жителей. И в этих процессах вы чувствуете, как государство любит свой народ. И как народ любит свое государство. Нам очень много, чем можно поучиться у Сингапура. И третья страна, буквально последняя, она во мне изменила ощущение времени. Шри-Ланка. Страна, где никто никуда не спешит. Почему? Потому что там каждый день одна и та же погода. 365 дней в году, лето. Это у нас мы спешим, потому что скоро зима, нужны дрова и уголь где-то найти. Мы спешим, потому что скоро весна, снег растает, нужно спахать. Это осень, нужно поднять урожай. В общем, у нас постоянно дедлайны. У них дедлайнов нет. Сегодня я не сделал, завтра. Завтра, после, завтра. И они никуда не спешат. И когда я приехал в Шри-Ланку, мы с сестрой были, и мы постоянно сталкиваемся в бытовых вопросах. Заказать еду, мы заказываем, и час просто готовится какая-то обычная еда. Ну что ты, почему ты так медленно? Ну что они, почему так долго считают? Почему они так долго отвечают? А потом мы задаем себе вопрос, сидя у океана, мы задаем вопрос. А куда мы, собственно говоря, спешим? Почему мы постоянно спешим, как белки в колесе? А-а-а, бежим, бежим куда-то. Зачем? После 11 перестают продавать алкоголь. Ну только если ради этого, да? Ну, по идее, куда мы спешим? Я все, перестал спешить, отпускаю все. Даже в Алматы. Даже в Алматы. Они верят, что, они говорят, зачем спешить, жизнь вечная. То есть их религиозное воззрение. Это философское воззрение, не религиозное. Буддизм, многие говорят, это религия. На самом деле, буддизм это не религия, это философия. Я не знаю, может, они там индуисты, я не уверена. Нет, Шри-Ланка в основном 70% это... Ну, к тому, что, да, юго-восточный регион, азиатский, они очень такие... Это дзен, понятие дзена, когда вы находитесь здесь и сейчас. То есть шанти, спокойствие, спокойствие, никуда не спешим. В исламе тоже это говорят, сабр, не надо никуда. Суета, это постоянные ошибки. Но этого хватает, да, только на недели две по этому Алмате, и оно... Да, оно начинает тебя уже подгонять где-то, да. Александр, расскажите о своем опыте. Какие страны вы хотите посетить? Как фотограф у вас свой взгляд на вещи? Что вы хотите сфотографировать? Вообще, какие у вас интересы? Ну, из стран. Недавно мы с другом путешествовали по Южной Азии тоже. Мне понравился очень Гонконг. После этого города тоже пересмысливаешь все, видишь, как жизнь бурлит и как у нас сейчас стоит. Ануар, давайте поговорим о вашем проекте «Семь причин сорваться». Просто это очень интересно. И, ну, людям... В Казахстане столько красивых... Она ключевая. В. В, да. Ключевая сорваться. На кого сорваться? С чего сорваться? Да. Вообще, как зародилась эта идея? Ой, идея... Нами движет экономика. Пришел спонсор и говорит, Ануар, я готов платить, дай мне идею. Все, я придумал. Как вы так легко спонсоров находите? То есть они вас находят? Ну, на самом деле, поиски спонсоров начались еще лет 10 назад. Просто сейчас они начали находиться. Хорошо. Мне кажется, ответ очевиден. Ануар делает очень качественный и интересный контент, за который не стыдно никому ни зритель, ни Ануару. Да. И спонсор, в первую очередь. Надеюсь. Как вы считаете, чего не хватает для развития внутреннего туризма? Первое. Туалетов. Это и с этим я согласен. Вы знаете, я пойму особо на мысли, не знаю, как бы, будет это в эфире или нет, я все равно скажу. Я также занимаюсь проектом по развитию туризма. У нас есть своя организация. Мы возим туристов. И ладно, уже свои как-то и привыкли, уже знают, в какой они стране живут. Но каждый раз в нашем автобусе один-два иностранца. И вот наш патриотизм весь заканчивается на первом туалете. Мне стыдно. Мне так стыдно, когда мы приезжаем на санитарную остановку. Туалет. Потому что вся красота для иностранца заканчивается на первом туалете. И потом я вот недавно поймал себя на мысли, это какое у нас общество, чтобы так не любить женщин? Это ладно, мужики, мы еще как-то там справляемся. Мы даже можем и в туалет не заходить, в принципе. Но это унижение. Это большое унижение по отношению к женскому и части населения. И в этом все. В этих туалетах вся наша страна. Мне недавно сказал один гид, говорит, знаете, чтобы в нашей стране сменили туалеты, нужно, чтобы какой-нибудь там очень большой агашка прилетел из Америки или из Финляндии откуда-то и провалился в туалет. Вот прецедент. Нам нужен прецедент. Что-то взорвалось что-то где-то, да? Что-то сгорело, чтобы что-то появилось. Да, поэтому давайте начнем с туалетов. А мест, поверьте, у нас хватает. Дороги потихоньку строятся. Но не забывайте о самом важном. Человек чаще ходит в туалет, чем ест. Мы 5-6 раз заходим в туалет. Поэтому начнем с этого. А там еще есть моментов очень много. И промоушен. Но смысла нет промоушен делать, если мы хотим привезти сюда туриста. Это, знаете, как вот звать гостей. Гостей, но звать не отремонтированную квартиру, да? А в какую-нибудь землянку. Вот мы такие всех зазвали. В землянке сидим, такие, ну, зал один только отремонтировали, да? В зале сидим. А вот человеку руки надо помыть. Ему надо там, естественно, нужную исправить. На кухню хочет зайти посмотреть, да? А там все гниет. Ну, как бы, а смысл звать гостей? Может, лучше подождать? Может, поработать, собраться, сделать ремонтик косметический? Хотя бы. Хотя бы. Ну, знаете, для Казахстана я не хочу, чтобы слово «хотя бы» вообще когда-либо применялось. Именно вот «хотя бы» оно у нас все и останавливает. Тормозит. И вот такой вопрос, какой жизненной философией вы руководствуетесь? Вот есть какие-то слова, которые вы себе повторяете все время? Как мантры? Окей. Ну, во-первых, я считаю, что в каждом возрасте философия и отношение к жизни может меняться. Потому что мы люди, мы меняемся. Я запрещаю всем вокруг говорить такие фразы, как «Горбатого могила исправит» и так далее. Нет. Все можно сделать. Все можно изменить. Мы меняемся. И тем более сегодняшнее время, когда поток информации колоссальный, мы можем выбирать, смотреть и открывать для себя новые миры, новые знания. И сейчас, отвечая уже на вопрос, какая философия у меня, сейчас. Вот ключевое слово «сейчас», «now», «казер», жить не в будущем и не в прошлом, а именно сейчас. Я даже, вот вы говорите, мне 33, вам за 30. Нет. Если я буду так думать, значит, я буду вспоминать ментально, что я 33 года прожил и перебирать, сколько я от чего жил. Нет. Я здесь сейчас. Мне не важно. Как ребенок, который не знает, сколько ему лет. Я чувствую здесь жизнь. Счастливая, не знаю, там, лошадь, которая скачет где-то, да, дикая счастливая лошадь. Ей важно, сколько ей лет? Она скачет. Или орел, который летит. Ему важно, сколько ему лет уже живет? Ему все равно. Но он кайфует. И раньше наши предки, да в целом предки всего человечества, они не знали годов. Это же Григорианская система. Последние несколько тысячелетий мы считаем годы, считаем дни, дни, дни. Вот скоро уже дедлайн, скоро умрем уже, да? Когда мы так живем и зная, что у нас через 30 лет уже начнутся проблемы, вот проблемы уже начались. Поэтому сейчас, это мой слоган, короткий, я живу сейчас. Отношение к жизни стало проще? Конечно, после Хантенгри, да. Я живу по принципу, айсулу пробуй все, что тебе страшно. Страшно не значит, иди спрыгни с парашютом или уйди в кругосветку одна. Страшно это, когда выходишь из зоны комфорта, когда думаешь всю жизнь, что ты не любишь бегать или не любишь ходить в горы, оказывается, любишь. И я сейчас принимаю решение по этому принципу, когда хочется сказать нет, вот конкретно будешь нет, а потом задаю вопрос, а почему ты говоришь нет? Если тебе страшно, иди и делай. Ну, потому что я, наверное, сейчас как ребенок, мне так нравится бегать. И нравится бегать долго, потому что я думаю, о, нифига себе. Он может такое говорить? О, ничего себе, твое тело, тело, оно преобразовывается, оно чувствует себя по-другому, а ты-то думаешь, что ты вот прожил там 30 лет и все знаешь про себя. А как можно понять, можешь ли ты любить другого человека или как ты можешь себя чувствовать, как ведет твое тело по отношению к идее, к новым людям, к новым видам деятельности, если ты никогда не пробовал это. Поэтому я, не знаю, к счастью или к сожалению, стала ужасно самодостаточной, и мне нравится быть самой по себе. Мне даже не особо хочется там создавать какие-то постоянные отношения с одним человеком, потому что мне так хорошо. Ну, просто делать то, что мне нравится. Прекрасно. Давайте теперь каждый из вас назовет по одной причине, почему карагандинцы обязательно должны сходить на фильм «Вернуться с Хантенгри». Это честное кино. Айс Лу? Там безумно красивые кадры, которые нужно смотреть только на большом экране. Они, они правда завораживающие. Они очень похожи, в принципе, на то. То есть от них энергетика такая же, если бы ты реально находился там. Это не стандартно, мне кажется. Все такого не делали, по крайней мере, в Казахстане. Можно еще сказать? Конечно. Это вдохновляюще. Отлично. Я благодарю вас за очень интересную беседу и желаю вам много вдохновения, чтобы ваша жизнь оставалась такой же интересной. И, конечно же, я желаю вам покорения вершины. Я уверена, что вы не ограничитесь одной попыткой, чтобы у вас все всегда было хорошо. Я благодарю вас за внимание. Ну, а нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях были молодые таланты Казахстана. Ануар Нурпийсов, Айс Лу Азимбаева и Александр Кузнецов. Ну, а я с вами прощаюсь. Аман Сау Олмезлер. Ануар Нурпийсов, Ануар Нурпийсиан.